друзья привет вы на канале жить краснодаре многие из вас поздоровались многие из вас спрашивают чем занимаюсь я возьму еще не уходим сейчас подожди пока еще не уходим смотрите рассказываю это квартира которая мы купили в яблановке и мы ее сдаем посуточно то есть это вот моя небольшая работа можно даже это наверное работой наверное это не назовешь это такой некий дополнительный доход ну он соизмерим небольшой зарплате в краснодаре вот сдаем и квартиру мы вообще честно говоря не планировали сдавать квартиру посуточно у нас мы купили квартиру многие спросят откуда у вас деньги я снимал уже года два назад видео историю нашего переезда в краснодар и там я конкретно рассказываю ситуацию с деньгами о том что мы в краснодаре посчастливилось нам так скажем залезть в долгострой мы деньги вложили своим самострой даже вот купили там несколько квартир и долго и долго они эти квартиры стояли недостроенные но потом в итоге нашлись умные люди которые помогли достроить этот дом мы ну дополнительно сдавали деньги но в общем мы с горем пополам продали эти квартиры и купили здесь в яблановке так вот мы сначала когда купили эту квартиру и решили ее просто сдавать без мебели без мебели она нафиг никому здесь не нужна была потом с вовкой стали потихонечку покупать мебель и ко мне же часто очень обращаются зрители мои которые просят меня разместить их краснодаре и многие хотят пожить например приехав на разведку и они как бы не против и пожить яблановке я смывая мы подумали решили а может быть нам ну сделать эту квартиру на посудочно и мы решились попробовали и вот у нас получилось и мы сейчас даем эту квартиру посудочно мы здесь уже как бы сами конечно ремонт делали но в каком плане например вот здесь были ну вот такая вот просто побелка а вот это муж с вовой как бы сами делали купили рулон рулон обоев и вот клеили да то есть могут ну все в принципе делали всю мебель мы покупали на авито оказалось на авито достаточно легко купить достаточно хорошую не старую мебель например вот этот кухонный гарнитур мы с вовой купили за 5000 вместе с мойкой ну кран уже мы сами поставить вот этот вот фартук мы с вовой выкладывали то есть нам там мы плитку купили самую дешевую но мы ведь сейчас папа наш пришел василису забрал в общем эти у нас получается белое светлое вот такое мы свой решили вот купили самую дешевую плитку на по моему 200 рублей метр стоит вообще самую дешевую плитку и вот она то мне кажется очень даже симпатично получилось да вот она как бы все подо все смотрится хорошо микроволновку мы купили за тысячу она даже с грилем представляете но на авито нужно сразу вот вот только выложили если ты не успел приехать то буквально полчаса то все холодильник мы купили за 5000 офигенный холодильник идеальной чистоты мы сколько смотрели холодильники за страны а это такой чистенький так тихо работает атлант правда мы слова его сами тащили там короче нам не помогли мы вот усилия шестого этажа сами кое-как ну в общем план дело пятое в общем вот так вот все мы как бы обустроили эту квартиру вот у нас гарнитур да вот вот этот гарнитур мы купили вместе шикарной шикарным матрасом и вот этот вот полностью за 4000 но мы только дали объявление где-то часов 8 вечера я тут же звоню но нам надо было тут же звоню и мы через полчаса приезжаем и забираем все а и она уже отвечает на звонки хозяйка что продано продано вот такое шикарное да местечко вот такой зал у нас получился кондиционер нам повесили отвратительно мы купили кондиционер в леруа и там же заказали фирмы я вам сброшу короче говоря название телефон этой фирмы никогда у них не заказывайте они нам повесили вообще стремно его неправильно понадели понаделали нам там дыр а когда мы стали предъявлять не год мы сделали все по правилам в итоге у нас сейчас этот кондиционер вот если его сейчас включить я вот тут буду стоять он будет дуть в грудь то есть люди лежат на кровати им этот кондиционер прям в спину дует ну не в спину а в шею мы его будем перевешивать но это соответственно дополнительные расходы но ничего не поделаешь вот так вот так вот выглядит наша комната мы конечно создаст максимально стараемся создавать уют для наших гостей и гости к нам возвращаются у нас очень много постоянных клиентов стеночку мы купили за три тысячи телевизор мы купили за 6000 бы уж не вот этот мы купили по моему за 3000 и вот так вот так что если вам нужно остановиться в краснодаре или вблизи краснодара обращайтесь эта квартира я ее сдаю 1300 сутки но для вас как для зрителей обязательно сделаю скидочку вот смотрите вот видите краснодар у нас многие приезжают кто вот именно приезжает на разведку в краснодар останавливается у нас потому что у нас прям сразу если выйду в ту сторону покажу вам сразу это солнечно это жека солнечно мы сейчас находимся в жека в космосе вот там вот юбилейный микрорайон вот это вот все центр города вот там вот ставропольская пошла дальше в общем можно сесть на а буквально возле дома сразу у нас остановка и прямиком уехать в мегу потом на стеной рынок на кооперативный рынок соответственно улица северная в краснодаре улица калинина то есть а вот сюда в эту сторону ставропольская вишняки то есть вообще без проблем вот именно с этой квартиры добраться в краснодар вот либо там жд вокзал с авиавокзала конечно далековато вот видите как нам повесили и эту херню они нам низко повесили козлы короче говоря у нас даже предусмотрена баночка для курящих гостей мы очень гостей просим чтобы они не курили у нас в квартире у нас вообще не прокуренная квартира мы для них предусмотрели даже баночку вот и давайте вам уже напоследок так и быть эта квартира 37 квадратов и мы за нее заплатили миллион пятьсот сейчас миллион пятьсот мум 50 стоит эта квартира чуть-чуть они подымают ценник на нее на карте на 1000 рублей квадратный метр поднялся по моему что-то такое вот тут вообще вот тоже все папа папа покраску стены мы с вовой купили тоже плиточку сделали вот такой угол для ванны такой вот все сами конечно мы делали вообще шторочку симпатичную повесили все под цвет стиралочку тоже мы вот эту оторвали за пять тысяч вообще на вяк она даже с документами нас нам досталось унитаз раковина и ванна это все от застройщика и нам вот это вот угол мы по-моему тысяч две с половиной с вами заплатили вместе вот с этими вот ставочками для роа покупали ведь у нас все в стиле то есть у нас светлая плитка и черная затирка темная затирка и на балконе мы плитку также даже с вовой положили у нас есть вообще все у нас есть и шампунь и гели и мыло туалетное видите у нас все есть чтобы нашим гостям было очень комфортно у нас и постельная очень качественная тоже и на кухне я вам не показала если у нас и посуда есть в общем мы с вовой все делаем качественно если у нас посуда то у нас хорошая посуда и кофе и чай есть и даже у нас есть видите масло чтобы например утром встать пожарить яички чтобы не покупать например бутылку масла у нас даже есть масло кастрюльки сковородочка как-то помню это квартиру у нас снимала женщина с ребенком она говорит у вас есть сковородка я говорю да конечно она не можно жарить я говорю смысле как можно или нет ну а то будет мы как-то жили прошлый раз там гад сковородка она вся обшарпанная гад на ней даже жарить нельзя у нас все новое если где-то что-то портится в мы все обязательно меняем так что вот так теперь вы примерно поняли чем я здесь зарабатываю деньги конечно этих денег так скажем на шикарную жизнь не хватает но так как бы как сказать на поддержку штанов вполне можно этим заниматься но минус знаете какой в том что ты постоянно так как квартира посуточная возможно бывает что ты даже каждый день ее сдаешь то есть ты занимаешься здесь мытьем туалета стиркой постели и ну как бы мы моем обязательно после каждого клиента все как бы после каждого гостя и и получается ты не можешь никуда далеко уехать надолго иначе как бы деньги будут проходить поговоря мимо тебя смотрите вот вы примерно посмотрели до квартиру как вы думаете что можно добавить что можно добавить может быть для уюта что-то может быть например какие-то картины я думаю на стену повесить вова конечно против этого он считает что это тратить деньги ну на фигню грубо говоря вот стол он нужен да а вот картины ну как бы они не нужны а не вот все таки хочется вот как вы думаете напишите в комментариях чтобы вы например добавили здесь еще вот в этой квартире если бы вы например сняли бы ее и чтобы вам еще хотелось чтобы было здесь в этой квартире ну и давайте вам покажу еще вид с другой стороны у нас такие чистенькие коридорчики шикарная вот лифт у нас конечно же обязательно квартира на седьмом этаже и вот двор площадка вот там вот тут вот сразу вот за этим домом находится магнит пятерочка куча разных магазинов бургерная пиццерия додо всякие разные там пивные ну где можно и пиво купить и остановки маршруток в краснодар и по поселку если можно тоже ездить вот такое видео у меня получилось пишите цель на в комментариях что вы думаете по этому поводу всем пока друзья до новых встреч